Светлана Халявина Газон вместо бордюра кировские тротуары заросли травой и за грязем. Буквально две недели сотрудник. Их двое. Это раз детеныш, и детские животики все равно висит. Экзотические и ручные контактный зоопарк в Кирове останется до середины августа. В Кировскую травмобольницу доставили первого пациента на вертолете. Женщину с тяжелыми травмами привезли в Киров из Яранска на вертолете Ми-2 за 1 час 20 минут. Об этом сообщили в правительстве региона. Это стало возможным благодаря специальной федеральной программе, в рамках которой каждому региону были выделены субсидии с федеральной казны на авиационные и медицинские услуги. Кировская область получила 168,5 миллионов рублей. Еще 19,5 миллионов на эти цели было выделено из областного бюджета. На эти деньги оборудовали вертолетные площадки. Заключен договор с частной авиакомпанией. Это значит, что пациент из любого уголка нашего региона теперь может быть своевременно доставлен сразу на операционный стол в областной центр, добавили в правительстве. В Кирове планируют увеличить плотность застройки. Об этом сегодня заявили в администрации города. По словам начальника городского управления архитектуры Ирины Рубцовой, в городе еще много свободных мест, где можно возвести многоэтажки. Поделилась чиновница сегодня и другими мыслями, что еще собираются изменить в Кирове, расскажет Анастасия Шерстнева. Места для новых школ и детских садов в Кирове предусмотрены. И они внесены в проект освоения новых территорий на ближайшие пять лет. Об этом заявили сегодня городские власти. Так, в конце года должна быть достроена школа в микрорайоне Урландцево. А также запланировано строительство новых детских садов в чистых прудах, метрограде, радужном и ганино. Правда, пока не все идет по плану. Согласно программе, которая имеется, в городе должно строиться по два объекта, я имею в виду общеобразовательные школы, в год. Но все зависит от объема финансирования федерального, потому что достаточно значительный объем в затратах несет федеральный бюджет. Развитие новых микрорайонов должно быть комплексным, подчеркнули чиновники. Но пока жилье строится быстрее, чем социальные объекты и инженерные сети. А также ситуация с Ливневкой, отметила Ирина Рубцова, плачевная. Все болевые точки градостроительства войдут в генплан. В главном документе развития города также обозначат увеличение плотности застройки. Кроме того, чиновники отчитались, что для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построено три дома в Долгушино. И помощь на этом не прекратится, если, конечно, Владимир Путин не изменит своего решения. Президент заявил о том, что программа будет продолжена, но, опять же, никаких нормативных актов пока не принято. То есть, соответственно, все, что мы сможем делать в рамках вот этой мероприятии по переселению, это только, получается, за счет средств местного бюджета, потому что финансирование пока федерально не определено. Но без поддержки федерального и областного бюджетов жилье в таком количестве, как сейчас, уже не построить. Об этом еще в июне заявил глава администрации Александр Перескоков. Но средства на новую сцену найдутся. В сцене на театральной площади «Быть» в администрации города заявили, что проектно-сметная документация уже готова. И в течение месяца будет объявлен аукцион на выбор подрядчика. Также чиновники заметили, что вариант со сборной-разборной конструкции не подходит, так как он не соответствует технике безопасности. Новая же сцена будет стационарной и адаптированной под местную погоду. Помимо этого, в мэрии не отказываются от идеи построить третий мост через Вятку и создать улицу, дублирующую улицу Ленина. Реализовать все это за два года, цитата, вряд ли удастся. Поэтому эти предложения войдут уже в новый генплан с 2020 по 2040 годы. Анастасия Шерстнева, Николай Шхарбиев, Бюро новостей Дайвича. Газоны прямо на тротуарах дорожные службы не убирают с обочин грязь, которая в итоге начинает прорастать. Это не только портит облик города, но и, по мнению медиков, влияет на здоровье горожан. Почему уборка тротуаров в Кирове проводится некачественно, у чиновников спросила Екатерина Зубарева. Пыль, грязь и тополинный пух – так выглядят кировские тротуары летом. Это несмотря на то, что улицы и пешеходные дорожки прибирают круглосуточно. Но до этого тротуара на Октябрьском проспекте дворники, похоже, не добрались ни разу. Грязи на обочине так много, что в ней начала расти трава. И такая неухоженность режет глаз. Конечно, раздражает, конечно, не нравится. Хотелось бы, конечно, лучше. Чтобы и чистили, и прибирали, и, конечно, чинили. Это ладно здесь в центре, да еще, а это где-то вот подальше, это вообще бардак. Надо Быкова заставить, чтобы он ползал здесь и убирал вместе с администрацией. В администрации же разводят руками. Надежда на чистоту разбилась о математические подсчеты. В Кирове 1 миллион 200 тысяч квадратных метров тротуаров. По тарифу уборка одного квадратного метра стоит около 38 рублей. И представьте, у нас проходит ежедневная уборка, сколько получается на один квадратный метр в течение всего года. Будем говорить честно, что техники и людского ресурса достаточно, недостаточно денежных средств на то, чтобы с этим объемом справиться. Приоритеты расставлены таким образом, что убираться все-таки техникой в большей степени. Ну и вручной там, где техника не может. А между тем, тревогу из-за грязных тротуаров бьют не только кировчане, но и медики. Пыль, которая копится на асфальтовых дорожках, отрицательно сказывается на здоровье, в частности, на органах дыхания. Поэтому городские жители чаще болеют хроническим бронхитом, пылевым бронхитом и бронхиальной астмой. Чтобы избежать этих болезней, стоит соблюдать несколько правил. Я бы посоветовала, прежде всего, не заниматься спортом вдоль оживленных трасс, не выгуливать своих детишек. То есть, наверное, если мы будем говорить о городе Кирове, то Октябрьский проспект – это не лучшее место для прогулок. Сейчас за чистотой в городе следят 8 подрядных организаций. С улиц Кирова вывезено порядка 15 тысяч тонн уличного смета. Кстати, с этой недели следить за уборкой пешеходных дорожек будут тщательней. Об этом подрядчиков попросил глава администрации города на очередном рабочем совещании. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбиев и Антон Мамаев. Бюро новостей Давича. Один из домов в Ленгасово тонет практически в прямом смысле этого слова. В подвале копятся грунтовые воды. После того, как жильцы с проблемой обратились в мэрию, рядом со зданием началось строительство насосной станции. Но это только усугубило и без того непростую ситуацию. Как именно, расскажем далее. Да, здесь как стояло, так и стоит. Титаник идет ко дну. Не знаю, попробуй дальше пройти. Алексей Менщиков, житель дома на молодежном проезде в Ленгасово, несколько лет ждет, когда из их подвала исчезнет вода. Две недели назад, после жалобы в администрацию, специалисты осмотрели дом. В итоге было принято решение об установке насосов, которые бы постоянно откачивали воду. Но во время строительства насосной станции во дворе рабочие сломали плитку, а также перекопали газоны. Здесь вода стоит, вот эти лужи и грязь. Но проложив трубы и электрокабель, рабочие с площадки пропали. Воду, соответственно, тоже никто не убирал. Проложили трубу к реке. Если они эту воду будут в реку туда скачивать, то понимаете, что может быть. Так что вот их не было. В понедельник молодой человек тут что-то поделал и исчез. Сегодня вот они первый день появились. Так их не было вот эти все дни. По словам подрядчиков, работы были приостановлены из-за дождей. Но уже сегодня рабочие вернулись на стройку. Планируется сегодня приступить к работам по монтажу сбросного колодца и установке кондиционного насоса станции. Планируется на следующей неделе начать пусконаладочные работы. Ну и как планировалось, мы закончим эти работы до 1 августа 2017 года. Жители надеются, что после завершения строительства рабочие приведут в порядок территорию вокруг дома. О своей проблеме с затопленным подвалом люди забудут. Надежда Шабалина, Елена Шарыгина, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича. На заднем сидении автомобиля детям теперь можно ездить без автокресла. Но речь идет только о тех, кто старше 7 лет. Сегодня, 12 июля, новые правила перевозки детей в автомобиле вступили в силу. Кроме того, запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла. А также нельзя во время стоянки оставлять в автомобиле детей до 7 лет без взрослых. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Дорогу Киров-Сидоровка закрыли для большегрузов. Об этом сообщили в администрации города. Известно, что решение было принято из-за разбитой дороги в том районе. Ограничения вступили в силу 12 июля. Они будут действовать до 10 августа. По дороге временно не смогут проехать автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, кроме легковушек. Стоит отметить, что Киров-Сидоровка – грунтовая дорога общего пользования. Она связывает село Порошино с поселком Сидоровка в городе Кирове. Главного специалиста отдела по надзору за строительством Кирово-Чапецкого УКС обвиняют в халатности. Причина – случай, который произошел еще в феврале. Во время выступления в местном центре культурного развития под трибуну со складными сидениями провалилась 9-летняя девочка. Она упала с высоты около 4 метров. По версии следствия, в 2015 году в процессе строительства центра главный специалист отдела по надзору не проконтролировал качество работ при монтаже трибуны. В ходе расследования уголовного дела вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Более 200 кировчан не смогут уехать за границу из-за долгов по имущественным налогам. Сейчас их общий размер в Кировской области превышает полмиллиарда рублей. Чтобы избежать проблем на таможне, кировчанам рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов перед бюджетом. Сделать это можно на сайте налоговой в личном кабинете. Кроме того, эти сведения есть и в МФЦ. В целом по стране число граждан, которые из-за долгов не могут выехать за границу, почти 2,5 миллиона человек. Сейчас мы ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Кировские патрульные соревновались в профессиональной подготовке. Кто стал лучшим? Лучшие танцовщики в стране. Кировчане вернулись из Сочи с очередным гран-при. Экзотические и ручные контактный зоопарк в Кирове останется до середины августа. Это «Давичи», продолжаем выпуск. Выбрали лучших. В Кирове состоялся второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы. Мероприятие прошло на базе учебно-спортивного комплекса. Всего в соревнованиях приняли участие 17 сотрудников полиции, каждый из которых победитель отборочных районных этапов. Полицейские прошли испытания по огневой, физической, медицинской и служебной подготовке. Основными были тестирования, стрельба и боевые приемы. В результате определили двух победителей, которые будут защищать честь региона на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Мероприятие пройдет в Тюмени уже в сентябре. Кировский танцевальный коллектив «Вечное движение» снова признан лучшим в стране. Коллективу в 12-й раз вручили гран-при международного конкурса. На этот раз заветный кубок танцоры привезли из Сочи. Там прошел один из престижных танцевальных фестивалей на высокой волне. В этом году он собрал 4000 участников. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. В итоге гран-при фестиваля кировчане получили в номинации «Эстрадный танец». А бразильскую самбу члены жюри попросили представить еще и на заключительном гала-концерте этого фестиваля. И это при том, что на конкурс поехал новый состав коллектива. Мы отличались от всех. Весь наш репертуар, он был совершенно свежий, новый. Отметили, конечно же, костюмы. Отметили степень подготовленности коллектива, слаженность, четкость, красоту линии, экспозицию танца, композицию танца, драматургию, музыку. И, конечно, сказали, что это высокопрофессиональный коллектив. Я получила моральное удовлетворение от того, что мы не подвели нашу Кировскую область и наш Киров. Лемуры, попугаи и питоны в Кировском цирке продолжает свою работу передвижной контактный зоопарк «Парад обезьян». На выставке жители города и области смогут увидеть не только всем известных и привычных животных, но и достаточно редких. Кого именно, расскажет Надежда Шубалина. Буквально вот две недели сотрудник. Их двое. Это раз детеныш, и детство на животике второй бесит. Вопреки названию выставки «Парад обезьян» увидеть на ней можно не только лемуров, мартышек и игрунков. Выбор большой, от ручных и известных каждому, до больших и опасных, а также уникальных в природе. Например, как этот кенгуро-альбинос. Несмотря на свой юный возраст, животное с удовольствием идет на контакт с человеком. Смотри на меня. Карин, не бойся. Выставка уникальна тем, что животных можно потрогать, погладить, так как он называется «Контактный зоопарк». Нравится это и детям, так и взрослым. Животных у нас представлено 36 видов. Кира, 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 Кира. Не бойся. Не только увидеть и погладить животных в «Контактном зоопарке» можно и сфотографировать. Так львица Кира, которая на прогулку выходит каждый день, прицелов фотокамер уже не боится. И это, несмотря на свой юный возраст, ей всего 9 месяцев. Не стесняются животные и людей, которые с интересом наблюдают за ее прогулкой. Увидеть Киру, а также других животных, как больших, так и маленьких, которые приехали в наш город с передвижным зоопарком «Парад обезьян» можно в Кировском цирке. Выставка будет работать до середины августа. Ученица 4-й спортивной школы Ирина Черезова стала серебряным призером первенства Европы по боксу. Соревнования среди девушек и юниорок прошли со 2 по 10 июля в Болгарии. Ирина Черезова удачно выступила и стала серебряным призером среди девушек 15-16 лет. Отмечу, что по итогам первенства Европы по боксу Россия стала первой в командном зачете среди юниорок. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Давича» по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работала Светлана Халявина. До свидания.